МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суд признал мужчину виновным в незаконном изготовлении и хранении оружия, его основных частей и боеприпасов, и назначил подсудимому наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Статьи Уголовного кодекса, по которым признан виновным фигурант дела, предусматривают до пяти лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей. Статья 223 по 222 статье до четырех лет лишения свободы со штрафом. В нашем регионе сотрудниками правоохранительных структур проводится большая работа по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов. Только в ходе недавней операции «Арсенал» возбуждены 13 уголовных дел. Полицейскими изъято свыше 60 единиц огнестрельного оружия, более тысячи патронов и почти полкилограмма пороха. В ноябре 2020 года в патрульной службе мы рассказывали о ликвидации в Тверской области двух подпольных оружейных мастерских. Пресечена деятельность преступной группы. Кроме готового к реализации боевого оружия, силовиками изъяты две гранаты, два с половиной килограмма взрывчатых веществ, приборы для бесшумной стрельбы, более 500 боеприпасов различного калибра. В Завожский районный суд города Твери поступило уголовное дело по обвинению двух жителей Москвы в мошенничестве в особо крупном размере, а именно приобретении права на чужое имущество путем обмана. В период с 2013 по 2016 годы, действуя из корыстных побуждений, они использовали поддельную выписку из протокола общего собрания членов правления Садоводческого товарищества, предоставив ее в единый государственный реестр. Выступая от имени руководителя СНТ, обвиняемые незаконно оформили проектную документацию по изменению границ земельных участков СНТ и зарегистрировали на подставных лиц право собственности на земле, расположенной у поселка Реткино Конаковского района. Обвиняемые знали, что эти участки находятся в координатах полосы отвода автодороги М-11 и в связи со строительством подлежат изъятию для государственных нужд за денежную компенсацию. Репортаж из зала суда в следующих выпусках патрульной службы.